Никогда такого не было и вот опять. В субботу на набережную Барнаула сошел оползень, завалив грязью пешеходную зону. Вчера после сильного ливня история повторилась. Напомним, в проект вложили 106 миллионов рублей. Но от этого грунт на склонах не стал крепче. На днях Сибирская ассоциация архитекторов раскритиковала лицо города, обнаружив много нарушений, в том числе в подпорных стенках на террасах. Даже не специалисту видно. В воде уходить некуда. Когда в мае набережная готовилась к открытию, глава города предложил организовать здесь торговлю. Но почему-то никто не предложил почистить ливневки и поставить сетки на склоны. Вот нужно было действительно везде простоять, потому что все равно какие-то, да, действительно, сеточки нужны. Но я думаю, что, наверное, просто времени у строителей не было. Я еще иду, думаю, почему ливневки вот здесь вообще не видно. Вокруг набережной сложилась интересная ситуация. Ее обслуживает комитет по дорожному хозяйству, а склоны относятся к Нагорному парку. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, какие меры нужно предпринять, чтобы это не повторялось, и кто восстановит сейчас этот склон. Из-за мощного ливня пострадал не только Нагорный парк. Улица Озерная оправдала свое название. На дороге образовалась воронка. Поплыли улицы Попова, Антона Петрова, Северо-Западная. В воде стоял весь город, в том числе и центральные улицы. ЧП в Нагорном парке час назад обсудили на совещании в администрации города. В ближайшее время мы расскажем, что чиновники решили делать с барнаульскими ливневками или с их отсутствием. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.